Через три года после начала Столетней войны состоялось ее первое большое сражение – морской бой при Слёйсе, произошедший 24 июня 1340 года. В течение нескольких лет после этой битвы король Эдуард предпринимал попытки вторгнуться во Францию через Фландрию, но попытки эти провалились из-за финансовых трудностей и нестабильности заключаемых им альянсов. Шесть лет спустя Эдуард выбрал другой маршрут и атаковал Нормандию, одержав победы сначала в битве при Кане 26 июля, а затем и в битве при Бланштаке 24 августа 1346 года. План французов заманить англичан в ловушку между двумя реками Сены и Сомой провалился, а обходной маневр англичан привел к битве при Кресе, второй по значимости битве этой войны. Эдуард III расположил свои силы на хребте холма у деревни Креси, фронтом в 2000 ярдов, окруженным естественными препятствиями с флангов. Сам король со свитой расположились в мельнице на небольшом холме, который закрывал армию с тыла, из которого он мог контролировать ход всего сражения. В такой сильной оборонительной позиции Эдуард отдал конице приказ принять сражение, спешившись. Французская армия, ведомая самим Филиппом VI, была сильно дезорганизована по причине излишней уверенности французских рыцарей в исходе сражения. Филипп поместил генуэзских наемников с арбалетами в авангарде своего войска, а кавалерию отвел в тыл. Первыми в атаку пошли арбалетчики, устроившие ливень стрел, чтобы дезорганизовать и навести ужас на английскую пехоту. Но атака арбалетчиков оказалась совершенно бесполезной. Напуганным и сбитым с толку генуэзским арбалетчикам пришлось с тяжелыми потерями отойти. Увидев неудачу арбалетчиков, французская кавалерия выстроилась рядами и тоже пошла в наступление. Кавалерия 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Однако подъем на холм и искусственные препятствия нарушили стройность кавалерийских рядов, а стрельба из длинных луков не прекращалась ни на минуту. Французам не удалось нарушить боевой строй англичан даже после 16 атак и ужасающих потерь. С наступлением ночи раненый Филипп VI отдал приказ об отходе. Так Франция потерпела сокрушительное поражение. Битва при Кресе утвердила временное военное превосходство валийского длинного лука над французской комбинацией арбалета и тяжело вооруженного рыцаря по причине намного большей скорострельности и большего радиуса действия лука в руках умелого лучника по сравнению с арбалетом того времени. Именно благодаря этому превосходству, по мнению некоторых историков, битва при Кресе весьма надолго предопределила тактику ведения войны англичанами. Продолжение следует...